В июле в Турции трагически погибла блогер Татьяна Озалина, известная как Мататаня. Близкие девушки имеют все основания полагать, что к ее смерти причастен байкер Ану Рабут. Подробностями расследования дела делится бывший муж Татьяны. Станислав Федоренко опубликовал видео, где пересказал отчет судебно-медицинской экспертизы. Данный отчет был основан на заключениях тросологической экспертизы ДТП, видео с камер наружного наблюдения, экспертизы по ведению транспортных средств и показаний свидетелей. Еще раз, кратко достоверные факты о происшествии, чтобы не было слухов и домыслов. Мотоциклисты двигались по трассе в следующем порядке, Татьяна находилась первой, за ней двигался турецкий мотоциклист, и третьим двигался Сергей, примерно на расстоянии 200 метров. Также в потоке впереди двигался грузовой автомобиль, который с целью съезда на прилегающую к трассе дорогу начал сбавлять скорость и перестраиваться с левой полосы направо. Татьяна, в свою очередь, также начала сбавлять скорость. Турецкий мотоциклист, не соблюдая дистанцию, применил экстренное торможение, в результате которого его мотоцикл поднялся на переднее колесо. То есть заднее колесо оторвалось от земли и в таком положении его мотоцикл ударил мотоцикл Татьяны, передал мужчина. Станислав отметил, что эксперты исключают виновность мотоциклистки в ДТБ. По их данным, в трагедии виновен Ану Рабут, который, предполагается, избавился от главной улики, записи со своей видеокамеры. На данный момент мы ждем последний документ, это заключение медицинских экспертов о причине смерти. Такой документ делается до трех месяцев, поэтому мы со дня на день ожидаем его появления. В свою очередь после появления этого документа уже будет назначено судебное заседание. На данный момент турецкий мотоциклист категорически отрицает свою вину, утверждает, что наоборот Татьяна ударила его мотоцикл. Нам неизвестно, на что он рассчитывает в суде для своего оправдания.